Доктор в искусствоведении Доктор в искусстве 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 с великими естественно-научными людьми, в частности, с академиком Александром, который в свое время был президентом Академии наук. И меня всегда поражило одно, человек, который был абсолютно, конечно, ориентирован на свою профессию, на свою работу, сделал очень много, и действительно очень много, и очень много великого, всегда понимал вот то значение, которое для любого ученого, и в первую очередь не только для гуманитарщика, но и для естественно-научного, играет вот это гуманитарное знание. Именно оно позволяет выстраивать и не только свое мировоззрение, но и систему доказательств. Это то, что дает нам гуманитарная наука, систему мышления, систему мировоззрения, которая помогает нам и оставаться людьми, и идти вперед. И вот мы начнем сегодняшнюю тему, которую назвал множественные миры Леонардо да Винчи, по одной простой причине. Это тот самый мастер в мировом искусстве, и особенно, конечно, в искусстве Ренессанса, который дает возможность понять на основании своего творческого метода, каким образом вот эта множественность, разнообразие, непохожесть, удивительную конфликтность мира окружающего сумел сводить в некое единое художественное целое, которое несет в себе неисчерпаемый смысл, который для нас и ваше. И здесь можно вспомнить цитату. Цитата – это текст одного такого большого инвесторского художника, архитектора и теоретика искусства, который в следующем году написал биографии наиболее известных живописцев, скульпторов и зончиков эпохи Возрождения, как Джорджа Вазари. И вот в своей биографии Леонардо да Винчи он пишет следующее. Мы постоянно видим, как под воздействием небесных светил, чаще всего естественным, а то и сверхъестественным путем, на человеческие тела вины сбиваются величайшие дары, и что иной раз в одно и то же тело бывает с переизбытком наделено красотой, обаянием, талантом, вступившими друг в друг в такое сочетание, что куда бы такой человек ни обращался, каждое его действие божественно настолько, что оставляет позади себя всех прочих людей, он являет собой нечто, дарованное нам Богом, а не предметенное человеческим искусством. Вот они множество дары, которые были у Леонардо. И дальше Вазари за решение. Обладая широкими познаниями и владея основами всех наук, он добился великих преимуществ. Не может он столько переменчив и непостоянен. В самом деле он принимал за заключение многих предметов, но приступив, затем бросал их. Так, в математике за немногие месяцы, что он нею занимался, он сделал такие успехи, что постоянно, наблюдая всякие сомнения и трудности перед тем учителем, которым он обучался, не раз оставлял его в тупике. Все же, несмотря на столько различные его занятия, он никогда не бросал рисование и ветки, как вещей, больше всего других привлекавших его воображение. Таким образом, у нас есть множество талантов, у нас есть множество правословных человеческих качеств, у нас есть множество того, что соединили с воедино и полудородовым Богом, а дальше наступает обратная ситуация, критика, которую Вазарева сказывает Леонардо. Критик к чему относится? Потому что он переменчив и непостоятельный. Потому что он берется за множество и не использует все возможности изучения отдельной науки. Он все начинает и сразу бросает. Его мучают постоянные сомнения. И вот это тот самый принцип, который для нас будет очень важен. Вот это его аступатель в поздние годы. Он доски хорошо показывает этого мудрого человека, потому что он пытался сделать то, что в принципе невозможно. Хотя в иную эпоху, когда он начинал как ученый, как художник, это еще было вполне достижимо. Он пытался объять необъятное, как говорил Кальма Брутков, и вот этот конфликт, желание объять необъятное и невозможность этого сделать, и был важен для его творчества, в чем мы еще и убедимся. Более того, Леонардо, благодаря тому, что он представлял из себя сама эпоха Возрождения, об этом и говорит, это человек, который принадлежал тому титулу, так называемой эпоху Возрождения, как это определяло, уома универсальность, то есть универсальный человек, которому подгласно все, который знает все, который может делать все, что угодно, который познал все науки, и который реализует себя во всех сферах человеческого знания. И таким образом Леонардо становится в истории последующей истории человеческой культуры вот этим человеком, который обращает в себя идею искусства вообще и образ человека вообще. Именно поэтому, когда европейская цивилизация, европейская культура, европейское искусство в начале 20-го века решила отрицать все, как Наяковский сказал, да, сбросить все с парохода современного в сторону, именно тогда Леонардо и стал вот этим самым разом, который сбрасывали авангардисты с парохода современности, потому что он как бы был чушь, потому что он представлял в себе старое классическое искусство, от которого нужно было оторваться и отойти. Это, пожалуйста, Казимир Малевич, его натюрмон с Моной Лизой 14-го года, где очень хорошо видно, вот она его Моная Лиза, перечернутая, да, и наиболее знаменитый образ, более поздний образ уже 19-го года, это имя Максим Душен, который сделал Джокон до Леонардо да Винчи, и с очень такой характерной аббревиатурой. Аббревиатура абсолютно неприличная, и он специально пропонировал образ Моной Лизы через эту абсолютно недонечную аббревиатуру, плюс еще прорисовал и все эти разные гусики, носики и все остальное. То есть это желание показать, что мы вышли на новый этап развития, нам старое искусство не нужно, вот эти все идеалы старого классического искусства, они не существуют, и мы живем новые жизни, мы создадим новый мир, что потом сделали и политики тоже. Но что оказывается? Когда мы начинаем с чем-то спорить, когда мы начинаем что-то отрицать, когда мы начинаем говорить, что это нам не нужно, сам факт того, что мы с этим спорим и это отрицаем, в свидетельстве о том, что это в нас живет. И вот это отрицание, которое было для Леонардо в начале 20-го века, оно прошло и по-прежнему оставляет в нем вот то удивительное особенность личности, которая для него важна. Что же важно для него? В первую очередь, то, что он родился под Флоренцией в городке Винча, откуда его имя, Леонардо да Винчи. То, что он был незаконный сын, и поэтому ему труднее приходилось жизни, приходилось доказывать свое право на существование, право на свои таланты. То, что он рано переехал из этого провинциального бога Винча в Флоренцию, и вот именно Флоренция-то и сделала его человеком. Более того, начиная с молодых ногтей, он утверждал следующее. И это очень показательно для него. Находясь в Флоренции, которая была центром культуры, центром искусства, центром промышленных, центром банковского капитала, действительно удивительный город по своей энергетике, по своей развитию, по своим людям, которые там были и все делали, Леонард Галинчи был погружен в ту среду, которая называлась гуманистическая. Это люди, которые были в Лосове, люди, которые занимались в студии гуманитарии. Это темы, которые определяют науки, которые занимаются изученным человеком. Это керософия, литература, искусство, историка. И вот в этой среде Леонардо всегда утверждал только одно. Я человек невежественный. Non literato по-итальянски. То есть я невежественный. В том смысле, что он не хочет примыкать вот к этой культуре гуманизма, которая была всеобщей, которая волновала его современников, и которая была основной. Он считал, что он человек другой. И по этому поводу он хорошо написал в своем знаменитом Атлантическом кодексе. Это вот рукописи, которые носят разные названия, которые сохранились от Леонардо. Это рукопись Атлантического кодекса. Он пишет следующее. «Я очень хорошо знаю, что поскольку я не образован, некоторые самонадеянные люди считают, что у них есть право меня критиковать, говоря, что я не культурен. Что за глупцы? Разве они не знают, что я могу ответить им, как Марий, известный римский деятель, римским патрициям? Неужели кто-то может считать, что чьи-то заслуги могут быть значительные моих? В чем смысл? В том, что да, я не образован, но я не образован вот этой вашей гуманитарной образованностью. Наоборот, я примыкаю к той сфере человеческой мысли, к той научной школе, к той философской традиции, которая получила название еще, начиная с великого Уильяма Оккома, номинализм. То есть, когда задача знания – это постижение реально существующего частного, реально существующего единичного, и когда только чувственное, наглядное знание может удостоверить существование чего бы это ни было на свете. Наоборот, все то, что мы называем общими понятиями, все то, что мы называем универсалями, они не присущи самой вещи, они не существуют, это вещи, которые мы познаем, и они всегда существуют пост-рем, после вещи, общая, после частного. И в этом отношении Леонардо – крупнейшая фигура, которая продолжает именно эту линию развития. Более того, те идеи, которые как ученый, как человек, как художник, мы в этом увидимся, развивал Леонардо, вот с этим его империзмом знания, когда он пытался познать все детали, все частности окружающего мира, это идеи, которые потом привели и к Кеплеру, идеи, которые привели Фрэнксу Беккену с его замечательным, этим самым индуктивным методом, который основан на рациональном анализе опытных данных. Таким образом, Леонардо, как было уже сказано, укоренен во флорентийской культуре. Я сейчас оставляю в сторону вот эту политику, экономику, которая для нее была важна, только художественная культура. В чем была важна, и в чем особенность этой флорентийской художественной культуры, которая помогла воспитаться Леонардо? В первую очередь, это удивительный, последовательный, ясный, всегда пропагандируемый рационализм флорентийского знания. Это важность точных наук и практического знания. Это практичность вообще флорентийского мышления. Далее, флорентийская художественная школа и вообще флорентийское искусство – это искусство, которое удивительно интеллектуально. Оно не к эмоциям обращается, оно не к нашим чувствам обращается, оно обращается сюда, к нашей голове. Отсюда сама структура флорентийского искусства XV века – это, во-первых, обилие теории. Более того, теория часто опережала реальную художественную практику. Многое проговаривалось в теоретических трактатах того, что не было ещё пока реализовано художественно. Наконец, флорентийское художественное знание носит научный характер, и отсюда его интерес к опыту, интерес к исследованию. Именно в Флоренции, и во флорентийском искусстве окончательно утвердился вот тот новый принцип изображения в живописи, который получил название «изображение трёхмерного пространства на плоскости», то есть использование научной перспективы. Понятно, что сейчас мы не углубляемся в то, что это была не совсем научная перспектива, в то, что она всегда позволяла делать какие-то допущения, некоторые какие-то ошибки с тем, чтобы возникал единый художественный образ, но, тем не менее, интерес к математической перспективе важен для флорентийского искусства. Далее, это интерес всегда к передаче, в первую очередь, объёма, того, что философия называется тактильными ценностями. Это объём, пластика, это интерес к светотени, и вот тогда Леонардо-то и изобретает тот приём, который и позволял ему этот самый объём показывать на плоскости, приём с фумато. То есть, не только объём, который всегда до него в флорентийской живописи чётко изображался, имел чёткую границу и существовал как бы в безвоздушном пространстве. Леонардо вводит в это ещё одно, он вводит передачу атмосферы, передачу воздуха, который сглаживает контуры, который делает их более мягкими, более туманными, постепенно растворяющимися в этой атмосфере. Это передаёт большую, не побоимся этого слова, реальность изображению, это передаёт большее ощущение и объёма, и конкретность того, что он изображает. Наконец, для флорентийской школы живописи очень важно то, что получило потом название арта дель дизеньо, то есть искусство рисунка. Это не то, что каждый умел рисовать, нет, это и это тоже, но главное другое, что арта дель дизеньо должен был обладать любой художник, архитектор, скульптор, живописец, но это то, что давало ему возможность видеть в окружающем мире и передавать в своём искусстве структуру, тектонику, построение, ясность композиции, ясность образа, логичность этого образа, который был для него важен. И отдельно, именно при Леонардо происходит изменение отношения к живописи как искусству. Дело в том, что традиционно, это было ещё в средние века, потом это и продолжалось в раннее возрождение, живопись была ремеслом. Вот я делаю бочки, я делаю ткани, я делаю грабли, это ремесло моё. И живопись это тоже моё ремесло, это было ремесленное, а не свободное искусство. Но именно при Леонардо начинается меняться отношение к живописи. Во-первых, позиции Леонардо, любой художник, с большой буквы, это творец, это человек, который равен Богу, который созидает и создаёт мир. Мир свой, мир художественный, но он его создаёт, а творец создавал этот окружающий мир. Далее, для Леонардо важно, что живопись нужно помещать не среди механических, а среди свободных искусств. А почему? А потому что живопись это не механическое ремесло, а это наука с большой буквы. То есть благодаря тому, что живопись становится научной, она становится уже не ремеслом Бондаря, а она становится творчеством, и занятие живописью равновелико занятию творца. Наконец, живопись это, как пишет Леонардо, законная дочь природы. Ибо почему? Ибо потому что она порождена природой. То есть изображая эту природу досконально, тщательно, выверенно, изучая эту природу, мы и создаём настоящую живопись. И, наконец, последнее. Живопись это великое искусство потому, что оно базируется на одном из благороднейших чувств, на зрении. Именно зрение, которое даёт нам чувственное, зрительное познание мира, и используем мы в труде живописца. Именно это и делает живопись великим искусством. И не случайно один его современник писал следующее. Наш век, наш золотой век вернул к жизни свободное искусство, почти совершенно уничтоженное, но это кивок в сторону средних веков. Грамматику, поэзию, риторику, живопись, архитектуру, музыку и древнее пение Лиры Орфея. И произошло это во Флоренции. Таким образом, Леонардо порождение флорентийской художественной культуры, который стал выше этой флорентийской художественной культуры, который подвёл ей итоги, и вместе с тем, подводя итоги, он сумел пойти дальше. Что же он сделал в живописи такого великого и интересного? Первое. Он до конца довёл, он до конца использовал, он до конца работал в той системе, изобретённой ещё Брунелевской прямой перспективы, но довёл эти принципы перспективы и сумел их развить дальше и сделал их собственной традицией. Далее. Он пытался найти основополагающие художественные формулы. Объясню. Мы можем, ну скажем, картина Саврасова «Грачи-прилитеры», все её знают, да? Это картина, главный принцип которой – желание точно изобразить окружающий мир. Вот как мы его видим, так мы его изображаем. Леонард дошёл дальше. Да, он видел этот окружающий мир, он его изучал, очень тщательно изучал, мы в этом сейчас убедимся, но он пытался создать не копию реальности, не фотографию того, что он видит в окружающем мире, а некий обобщённый образ. То есть он отметал какие-то частности для создания более веской, более сильной и более аргументированной реальности. Отсюда вот эти пирамидальные композиции, которые были так для него важны. Таким образом, он создаёт типизированные представления о мире. И он хочет преодолеть вот этот эмпиризм, который есть и у него, и эмпиризм, который был в ленкийской школе, в сторону более идеального характера искусства. Ну и теперь давайте посмотрим ещё одну вещь его. Это такое довольно известное событие. В 1478 год во Флоренции правит семья Медичи, против семьи Медичи составляется заговор, и тогда в главном флорентийском соборе, мы его ещё увидим, в 1478 году заговорщики нападают на двух представителей семьи Медичи. На Лоренцо Медичи и на его брата Джулиано Медичи. И этого бедного Джулиано Медичи в самом соборе закалывают, он и погибает, так сказать. Лоренцо удалось спастись, и он потом будет править Флоренцией. Но заговорщики, которые думали, что убив вот тиранов этого города, они вернут городу свободу, они просчитались. За ними флорентийцы не встали, они вынуждены были бежать. И вот человек, который мы сейчас видим повешенным, его звали Бернардо де Бандино Баранчелло. Это самое Бернардо де Бандино Баранчелло сбежало к турецкому султану. Думаю, что там его спасут. Но флорентийские власти были очень строги в преследовании и, так сказать, строги в соблюдении законов. Они договорились с турками. Турки выдали этого Баранчелло, его вернули и, как положено, как и всех его предшественников этого заговора, повесили на окне дворца Палаццо де ла Синерье. К чему я всё это говорю? К тому, что Леонардо, как художник, который интересуется окружающей жизнью, политикой, действительностью, он зарисовал, как его повесили. И вот там, видите, наверху есть надпись, да? Вот эта надпись гласит следующее. Очень показательно, что он ни слова не говорит ни о событии, ни о заговоре, ни о том, что месть осуществилась, ни о том, что его убили. Что его волнует в окружающей действительности? Очень характерный текст. Пишет он. Шапочка каштанового цвета. То есть, в этом монохромном рисунке он обозначает будущие цвета, чтобы потом сделать картину. Шапочка каштанового цвета. Фуфайка из чёрной саржи. Чёрная куртка на покладке. Турецкий кафтан, подбитый лисьим мехом. И воротник куртки, обшит чёрным и красным бархатом с крапинами. Бернардо де Бандино Баранчелло. Точка. Чулки чёрные. То есть, вот его волнуют в окружающей действительности вот эти самые факты, импирика. То есть, он не поднимается как бы раньше. И вот тут возникает одна главная для нас проблема. Мир огромен, мир разнообразен. Но одновременно мир внутренне един. И тогда есть проблема его познания. Есть научное познание. Вот шапочка такая, да? А есть художественное познание мира. И как стоять перед особенностями логичного научного познания мира и образного художественного познания? Да, Леонард увлекается всем. Оптикой, анатомией, перспективой, технической стороной живописи, пропорциями, медициной, математикой. Его всё интересует. И он постоянно уходит вот в эти сферы знания, потому что он понимает, что нужно познать всё. И ему не всегда хватает вот этого обобщающего потом интереса. Вот показательное описание в Азаре одной ранней работы, которую он делал. Ну, понятно, это байка, но байка очень показательная. Значит, папа у него был человек суровый, строгий и любящий деньги. И понимаем, что его сын идёт путём неправильным, идёт в сторону художественного образования, и всё-таки хотел на этом деле что-то заработать. И когда его сосед Мельник сказал, что вот знаете, я вот сейчас спилил у себя на земле дерево, у меня есть огромный такой срез этого дерева, вот можно из этого спила дерева сделать щит, его украсить живописью, и я знаю, что твой сын там чем-то увлекается, вот пускай мне на этом щите что-то напишет. И что сделал Леонардо? Леонардо решил сделать там изображение медузы. И каким образом он, ну, медузы, в смысле, не медузы, которые в природе, а медузы, которые античный персонаж, да? Вот, и вот что сделал Леонардо. И вот для этой цели Леонардо напустил в одну из комнат, в которую никто кроме него не входил, разных ящериц, сверчков, змей, бабочек, кузнечиков, нетопырей, и другие странные виды, подобно же тварей, из множества которых, сочетая их по-разному, он создал чудовище, весьма отвратительное и страшное, которое отравляло своим дыханием и распламеняло воздух. Он изобразил его выползающим из темной расселенной скалы и испускающим яд из разверзнутой пасти. Пламя из глаз и дым из ноздрей, причем настолько необычно, что оно на самом деле казалось чем-то чудовищным и устрашающим. И трудился он так над ним долго, что в комнате от дохлых зверей стоял жестокий и невыносимый смрад, которого, однако, Леонардо не замечал, из-за великой любви, питаемой им к искусству. Закончив это произведение, о котором уже и не крестьянин, и не отец уже больше не спрашивали, Леонардо сказал последнему, что тот может, когда захочет, прислась за щитом, так как он со своей стороны свое дело сделал. И вот когда однажды утром Сен-Пьер, отец, вошел к нему в комнату за щитом и постучался в дверь, Леонардо ее творил, но попросил его обождать. И, вернувшись в комнату, поставил щит на аналой и на свету, но приспособил окно так, чтобы оно давало приглушенное освещение. Сэр Пьера, который об этом и не думал, при первом взгляде от неожиданности содрогнулся, не веря, что это тот самый щит, и тем более, что увиденное им изображение живопись. И когда он попятился, Леонардо, поддержав его, сказал, это произведение служит тому, ради чего оно сделано. Так возьмите же и отдайте его, ибо таково действие, попятился, испугался, испугался изображение, настолько оно было реально, да, которое ожидается от произведения искусства. И дальше в Азаре масса всяких разных аналогичных историй приводит. И таким образом для Леонардо важно было следующее, что используя науку, используя конкретное знание, используя конкретность изучения любой мельчайшей эмпирика, детали окружающего бытия, он создавал некие обобщенные художественные образы, образы мира, образы природы, образа человека, и отсюда психологизм этих портретов, которые у него есть. И тогда для него возникала проблема внутреннего и внешнего движения. Ведь согласитесь, живописец, в принципе, исходя из особенностей того искусства, в котором он работает, он же ведь не может показать нам дыхание, страсть, переживание. Он должен через какие-то внешние движения заставить нас поверить, что человек плачет, страдает, смеётся, испытывает любовное влечение. Таким образом найти вот это сочетание внутреннего и внешнего движения важно для художника. Он квалифицирует всё как учёный, но мир многообразен, и поэтому он постоянно будет рисовать. И он Леонардо останавливается перед этим удивительным и неповторимым многообразием всего мира. И только потом он пытается его обобщить. Ему не всегда это удавалось. Отсюда вот эта неоконченность, про которую писал Вазари, и которая для него важна. Ну и теперь давайте посмотрим, откуда он вышел ещё раз. Значит, вот это про Флоренцию мы с вами говорили, про замечательный, так сказать, её рациональный дух мы говорили. И вот этим самым ярким, наиболее ярким памятником точной науки, расчёта, инженерной мысли, умения строить. И является памятник, который был построен во Флоренции. Это Флорентийский собор, вот как он выглядит. Строили его довольно давно, но где-то за сто лет до рождения Леонардо, в середине XIV века сделали вот этот самый план. И вот видите, в середине этого плана дырка, то есть её нужно было перекрыть куполом, а вот это-то сделать никто не мог. Расстояние было такое огромное, размер был такой большой, что ни технически, ни конструктивно, ни как строить, ни что строить, решение не могли принять, и многие брались за дело, и от него отказывались. И только в конце 10-х годов замечательный человек, который начинал свою карьеру как ювелир, одновременно много занимался математикой, много занимался инженерным делом, Филипп Абрунелевский взялся за эту работу и сумел построить вот этот огромный, грандиозный купол. Как же ему удалось это сделать? Вот как он выглядит снаружи, и вот система этого купола, структура. Первое. Во-первых, он изобрел совершенно новую систему кладки с тем, чтобы не строить огромные, дорогие, на большой высоте тяжелые леса. Он выкладывал купол постепенно без лесов, таким образом, что кладка камня была не горизонтальная, как положено, когда мы строим стену из кирпича, а чуть-чуть наклонная. То есть наклонный кирпич, поставленный вместе, неизбежно гасил распор этого купола. Далее. Он сделал купол не из одной оболочки, а из двух оболочек. Внешняя оболочка, которая для созерцания этого купола со стороны, с внешнего мира, и внутренняя оболочка, которая для созерцания купола изнутри. И внешняя, и внутренняя оболочка были связаны структурными перевязками. Сейчас мы их посмотрим. Вот как они выглядят на схеме, а вот как они выглядят на натуре. Слева у нас внутренний купол, справа у нас внешний купол. И вот они такими перемычками были связаны. То есть возникала очень жесткая, продуманная, ясная система. Этот купол построили, все было хорошо. Сейчас мы посмотрим, как его построили до конца. Все было нормально. Вот его построили. Вот как выглядит этот купол. И дальше возникла одна проблема. Потому что эти ребра жесткости, которые были во внешнем куполе, они неизбежно в силу своей конструктивной особенности могли чуть-чуть приподниматься. Поэтому конструктивно Брунелевске была необходима тяжесть, которая останавливала этот разъем, разгиб купола. И он ставит сверху фонарик. Вот фонарик, который он там построил. Ну, правда, фонарик уже им был проектирован, но строили уже после его смерти. После смерти этот фонарик построили. И осталось там последнее в этом фонарике. Там наверху остался золотой шар и крест. И вот последняя работа над созданием этого купола, вершина такой инженерной мысли, рационального знания, научного опыта, научного подхода к архитектуре и к искусству. И вот последний это шарик и крест делали в той мастерской, в которой он учился, как маленький мальчик, будущий художник. Учился он в мастерской у Андреа Вероккио. Этот Андреа Вероккио и делал как раз последнюю работу над куполом. И вот всё это было сделано. Таким образом, вот эти самые интересы к естественному знанию, понимание его величия, понимание того, как естественное знание, инженерные мысли, математический расчёт могут сыграть в искусстве огромную роль, Леонардо воспринял ещё, когда он учился мастерской у своего учителя. И вот дальше он делает свою первую живописную работу. Это вещь, которая называется «Крещение Христа». Это вещь, которая хранится в галерее Уфице во Флоренции. Вещь, которую написал целиком Вероккио. А вот этих двух ангелочков, которые слева там сидят, сделал Леонардо. И когда, это понятно, байки, всё легенды озера Эссык-Куль, но они очень показательные. И когда Вероккио увидал, что сделал Леонардо, он сразу бросил кисти в сторону и сказал, что всё, больше я живописью не занимаюсь, потому что учитель, ученик меня превзошёл, так сказать, такие замечательные вещи сделал. Что же сделал Леонардо действительно интересного и важного в этой вещи? Первое. Вот ангел, которого он сделал там, да, и пейзажа, который он там сделал. И вот тогда мы сталкиваемся с этой первой раз проблемой, которая для нас важна. Это рисунок, изображающий пейзаж окрестностей Флоренции, рисунок, который имеет, вот показательный для художника, да, имеет надпись 5 августа 73 года, в день святой Марии Снежной. То есть ему важно, что этот рисунок он делает в конкретный день. В конкретный день, в конкретное время, то есть конкретность изображения пейзажа для него важна. Далее. Для него важно, что это пейзаж, который передаёт не образ мира, да, а передаёт конкретную местность в конкретный день. То есть это пейзаж, который можно назвать пейзаж или ландшафт факта. Это доскональность того, что изображается. Далее. Посмотрите, как он показывает скалу, из чего она состоит, какова структура этого камня, как на этой скале помещается растительность, как растительность помещается на мягкой земле, как стоит замок. То есть он внимательно изучает окружающий мир, досконально передавая все его детали. Вместе с тем, точка зрения, которую он выбирает, и линия горизонта, очень высокая. Высокая линия горизонта помогает ему показать огромность этого мира. И тогда получается то, что для нас и волнует. Это желание передать многообразие мира через конкретные эмпирические факты, вместе с тем желание показать и создать уже некий художественный образ огромности этого мироздания и его как бы неисчерпаемость. И вот следующая работа, которую он делает, это сюжет очень популярный, это не его вещь, сюжет, который был очень популярен в галерийской живописи 15 века, это Благовещение. Обычно Благовещение было вертикальное по формату, то есть это тот формат в живописи, который предполагает изображение какого-то события, яркого, сильного, запоминающегося, которое не позволяет нам подробно о нем рассказывать, а народ показать как бы суть явления. Вот обычный формат Благовещения, который делали в 15 веке, это вещь Филиппа Липпия. А вот что делает Леонардо, это его Благовещение, вот это уже его вещь. Значит, он делает это Благовещение и выбирает другой формат, горизонтальный. Ради чего он это делает? Ради того, чтобы показать уже не только суть явления как такового, а чтобы показать развитие, как всё это происходит, как прилетает Архангел, как отшатывается Мария, где это действие происходит, как они одеты, как у них, так сказать, детали их одежды, книг, контуража, всего, которое они видят. Я это показываю только ради одного, чтобы мы сейчас убедились, насколько тщательно он прорабатывал все детали. Сейчас отдельные моменты посмотрим. Вот он прорабатывает, значит, фигура Архангела, вот он прорабатывает пейзаж в далёкой такой сумате, вот как он проработал на отдельном рисуночке сгиб локтя у Архангела, и вот как это сделано в живописи, вот как он проработал цветочек, лилию белую, да, символ невинности Марии, которую несёт Архангел. А вот самое главное, это рентгенограмма, которая показывает, как он сделал волосы, вот вьющиеся, замечательные, свободные, так, естественно, спадающие, вьющиеся, да, а вот рисунок его, уже как учёного. Это рисунок, который показывает, как течёт вода из трубы. И тогда что у нас получается? Вот волосики, а вот вода. То есть получается, что структура движения волос человека и структура движения воды, они единичные. Мир разнообразен, вода, волосы. Но его структурные моменты, они идентичны. И вот это умение показать и многообразие мира, и вместе его внутреннее родство и единство, и было важно уже для этого молодого человека. А вот теперь давайте посмотрим на метод его работы. Сейчас мы придём к вещи, которая довольно хорошо известна, к вещи, которая хранится в собрании государственного монетажа, называется она «Мадонна Бенуа». Вот художник начинает размышлять. Даже есть у него там запись в одной тетрадочке, что он в октябре начал работать над образом текстов, звучит. Бря 1472 года начал две Мадонны с кошкой и цветком. С чего он начинает? Казалось бы, чисто жанровая зарисовка. Некий мальчик, некий младенец играет с кошкой. Вот он её играет, вот он её тискает, вот он её, так сказать, прижал к себе, он её так прижал, по-другому прижал. То есть он разрабатывает абсолютно жанровый мотив, который не имеет никакого, казалось бы, отношения к сакральному сюжету, как ребёнок будет играть с кошкой, какие возможности движения, как он поступает, как вырывается кошка. То есть он показывает мотивы движения. Дальше. Он переходит к другой теме. тема, где есть изображение львиных голов, профилей человека, женских фигурок. И постепенно вырисовывается вот этот самый центральный образ. Некая женщина сидит, и у неё на коленях младенец. Пока ещё ничего не напоминает о том, что это будет сакральный образ. Дальше пошли. Что происходит? Дальше он смотрит, как композиционно можно выстроить младенец, кошка, мать, как они будут двигаться. Но уже возникает некая художественная задача. Во-первых, через движение младенца, который тянется за кошкой, кошка от него вырывается, мать, так сказать, что-то делает этому мальчику, это не шали, не играй, так сказать, или как побереги животное. То есть возникает некий психологический мотив, возникает некое движение физическое, но одновременно это и движение души. То есть он прорабатывает, как нам через движение человека показать движение его внутренней души. Это значит, в одну сторону повёрнуты, а вот, пожалуйста, в другую сторону повёрнуты, то есть уже как бы зеркалка идёт. Появляется дополнительно ещё одна голова, которую он пытается, что будет лучше, так голову положить или по-другому голову положить. Справа или слева. Далее, обратите внимание, первые рисунки были тонкое перошло и чётко фиксировало объём. Здесь же мы видим сумятицу этих самых штрихов. То есть он пытается найти вот это самое обобщённое в единичном и не может это сделать. Так повернул штрешочек, так повернул штрешочек, чтобы получилось что-то обобщающее. Пока не получается. Дальше вот возникает уже образ, который явно носит сакральный характер. Да? Мадонна, младенец, она сидит в полный рост, у нас там есть полукруглое завершение, младенец играет с матерью, как он повернулся, как он выстраивает композицию, чтобы младенец не упал. Дальше, следующий рисунок. Раз. И обрезал эту композицию. То есть он, сначала она была в полный рост, а сейчас, видите, у неё там по коленочке она изображена, да? То есть он пытался изображение приблизить к нам, а раз он приближает изображение к нам, значит, мы больше видим руки, больше видим лицо, больше видим выражение глаз. То есть мы усилием вот этот эмоциональный момент. И, наконец, получилось то, что получилось. Вот это его Мадонна Бенуа. И тогда отличие вот этой Мадонны, хотя она в полнировской традициях ещё пока 15 века, отличие этой Мадонны Бенуа от того, что делали его современники, она заключается в одном. С одной стороны, у него есть и непосредственность, и дыхание жизни. Как владенец повернулся. С другой стороны, что он там держит в руках? Картинку смотрите, я же с пеной сижу, а вы лицо. Смотрите. Ну, цветочек он там держит, правильно? Да. А какой цветочек? Сирен. Название цветочка? Сирен. Нет. Это крестоцвет. Это цветочек, у которого созвездие изображает крест. С одной стороны, мальчик может играть цветком крестоцветка? Запросто. Он его сорвал, он его играет. Но это и не несёт себе в какой-то смысл. Крестоцвет, младенец, играет будущим крестом. То есть у нас получается, что уже сейчас художник строит вот эту сложную временную константу. Ребёнок играет цветочком, который предвещает его грядущую смерть и одновременно спасение, которое он своей смертью принесёт человечеству. То есть возникает совершенно множественные смыслы. Далее. Уходит в сторону какая-то вот сети Мадонны 15 века, они хороши, безумны. Нежный, ласковый, сю-сю-сю мальчик такой, мамочка тоже замечательная. Все, так сказать, нежности можно говорить. Леонардо отказывается вот от этой внешней нежности. Он становится более сдержан, но зато ему удаётся показать вот этот психологический момент, который важен для художника. И вот это, так сказать, он всё поработал во Флоренции, всё хорошо. В 1972 году он был записан в цех, и до 1982 он работал в Флоренции, немного сделал, но дальше он понимает, что ему нужно уехать. В том числе и владыка Флоренции, вот этот сохранивший свою жизнь Лоренцо Медичи, помогает ему в этом деле. И пытается, чтобы он поехал в Милан, с которым у Флоренции всегда были не очень хорошие отношения, ну, так сказать, как омаж послать замечательного мастера владыки Милана, Людовика Мора. И вот письмо, которое, возможно, он написал перед поездкой и отослал этому самому Людовику Мора, возможно, не написал, но документ очень показательный. О чём пишет художник, чтобы его пригласили к другому двору и дали ему работу. То есть это его резюме, да? Что он пишет? Я знаю способ делать чрезвычайно лёгкие, выносливые, прочные и легко переносимые мосты, пригодные для преследования врагов и для бегства от них, и другие безопасные и предохраняющие от огня и боя легко подымаемые и опускаемые. Пункт второй. Я знаю способ, как во время осада какого-нибудь места спустить воду изорвов и как сделать множество мостов, кошек и лестниц. Пункт третий. Также, если облегряя высоте стены или укреплённости места или его положению при осаде его невозможно будет пользоваться бомбардами, я знаю способ разрушить всякую цитадель или другого рода крепость. Пункт четвёртый. Кроме того, я знаю систему удобнейших и лёгких перевозки бомбард, умея метать камни наподобие бури и их дымом нагонять великий ужас. Пункт. Дальше идут все эти пункты. Наконец, пункт девятый. Если случится бы быть в море, я знаю множество систем и приспособлений для нападения на суда и для защиты судов. Также я знаю способы прокапывать тайные изогнутые ходы. Также я могу сделать закрытые, совершенно неюзвимые в будущей танке, неюзвимые повозки, которые со своей артиллерией, ворвавшись ряды врагов, вызовут поражение любой величины. Также, если потребуется, я могу делать бомбарды, мортиры и огнемёты. Где нельзя будет поменять бомбарды, я сконструирую катапульты, манганаты и стрелометы. Мирное время, я надеюсь, выдержит сравнение со всяким в архитектуре в постройке зданий как общественных, так и частных. То есть, это только пункт 14 этого письма. И дальше, ради чего потом его пригласили. «Также я берусь в скульптуре в мраморе, в бронзе или в глине, так же, как и в живописи, выполнить всё, что возможно, не хуже всякого желающего помериться со мной. Можно будет также выполнить бронзового коня, что принесёт бессмертную славу и вечный почёт, счастливой памяти сеньора вашего отца и славного рода Сфорца». То есть, только в конце художник пишет о своих художественных возможностях. Для этого про бомбарды, про повёзки, про крепости, про взрывать и брать. То есть, перед нами человек, который явно хочет делать что-то другое. И вот он приезжает в этот самый город Милан, и в городе Милане его очень начинает интересовать одна проблема. Это проблема образ человека, как передать через физиономику, через характер лица, через движение, через наклон головы, через взгляд, передать психологию, то есть, внутренний мир этого человека, как строится человеческая фигура, как он живёт, как можно и нужно передавать эмоции. И вот мы сейчас посмотрим довольно много этих самых рисуночков, очень характерных, причём для него не существует прекрасное и безобразное. Он не, так сказать, мыслит вот этими категориями эстетики. Для него важен человек, и одновременно безобразное, столь же интересно, и давайте нащупаем пределы этого безобразного, чтобы понять, на что способно человеческое лицо и что оно может выражать. Ну и теперь давайте смотреть. Вот, пожалуйста, просто старичок. Сидит старичок, в профиль, всё замечательно, у него немножко согбённая спина, как у этих старичков, и рядом он специально показывает вертикальное дерево, которое вертикальное, которое противостоит этой согбённой спине. То есть, так сказать, вполне такая нравственная зарисовка. Дальше. Его волнует, как устроен человек, его анатомия, его пропорции, его структура, и он выстраивает эту самую структуру, пропорции человеческого лица. Далее, показательно, вот он изображает два, значит, сначала структуру лица, да, а рядом это человек, который едет на коне. И он показывает, что действие не всегда отражает цена лица, действие не всегда не приводит к изменению физиономики, то есть, к изменению эмоции. Наконец, его волнует изображение лица в разных фазах. Профиль, фаз, в три четверти, как оно выглядит, как выглядит объём, как выглядит, так сказать, его мимика. Вот он прорабатывает эти темы, да, вот, пожалуйста, профильное изображение. Вот ещё одно профиль. Профиль старика и профиль молодого человека. Как строится у одного фигура, как у другого, какие волосы или их отсутствие, какие морщины или их отсутствие, какой объём и как этот объём трактуется, да. Или вот, пожалуйста, видите, внизу изображение льва, а наверху проработано изображение человеческого лица, которое уподоблено за счёт волос львиной гриви. Опять вот эта игра, в единство разнообразного мира, да, или ещё одни пошли уже карикатурки. Вот она, пожалуйста, предел безобразия, который он показывает, да. Вот предел безобразия, который он показывает, все эти самые жуткие рожицы. И дальше на одном из таких текстов он пишет очень показательную вещь. «Если не слышишь, то тяжело различить, плачет человек или смеётся». То есть мы издалека по мимике понять не всегда можем, плачет или смеётся. И вот тут он получает огромный заказ, он получает его ещё в конце 80-х годов, непосредственно он приступает уже в конце 90-х, между 95-м и 98-м. Это замечательная великая его фреска, фреска «Тайная вечеря». Как вы знаете, обычно подобного рода композиции помещались в трапезных монастырях. Ну, в трапезные монастыря монахи едят, и там же на стене, как правило, на короткой торцовой стене будет изображение «Тайной вечерей». Вот, пожалуйста, это трапезные монастыря Санта-Мария де ла Грация в городе Милане, где он делает свою эту самую «Тайную вечерю». Вот очень важный момент. Это прорисовка объема, в котором находимся мы. Вон, мы стоим, видите, смотрим на эту фреску. Дальше изображение того пространства, которое реально не существует, но изображено живописно самим Леонардо, и как вот эти два пространства, пространство наше реальное и пространство изображенное сочетаются, какое между ними существует граница, про границу мы с вами еще отдельно поговорим, и дальше про традицию, к которой он примыкает. Вот обычное изображение сцены «Тайной вечери» живописи 15 века. Казалось бы, Леонардо примыкает к этой традиции, но у этого художника, это Андрея Далькастания, его «Тайная вечеря» из монастыря Санта Аполлония в городе Флоренции, у него комната закрыта, закрыта, у него где Иуда сидит? Мы сразу можем сказать, где Иуда? Ну, думаем. Почему? Нет, где сидит Иуда? Ребята, я чуть-чуть где сидит Иуда? Перед столом. Правильно? Он сидит в этом пространстве, ближе к нам, пространство, которое не сакральное, а остальные сидят там. И за счет того, что он сидит один, мы сразу можем сказать, вот он предатель. Вот он, Иуда, да? А что делает Леонардо? Он Иуду сажает среди других апостолов, и он выбирает в этом сюжете «Тайные вечери» не тот смысл, который обычно есть в тексте, который обычно изображали, это идея Евхаристии, тема Евхаристии, то есть преосуществление тела и крови, воды и обладки в кровь и тело Христа. Он выбирает другой текст, который тоже есть в Ангелии, когда Христос произносит свои слова. «Один из вас предаст меня». И вот это сразу позволит... Я не случайно вам показал эти самые рисуночки, как он показывает эти мордашки, там, разную физиономику, эмоции и переживания. Потому что это сразу вызывает реакцию в зависимости от образования, возраста, темперамента, культуры. Кто-то кричит «Да я никогда никогда не предам!» Другой более сдержанно выражает эту позицию, но во всех случаях это то, что он написал в одном из своих текстов. Первый, который пил и поставил стакан на его место, обращает голову к говорящему. Другой сплетает пальцы своих рук и застывшими бровями оборачивается своему товарищу. Другой с раскрытыми руками показывает ладони их и поднимает плечи к ушам и выражает ртом изумление. Еще один говорит на ухо другому, а тот, кто его слушает, поворачивается к нему и подставляет ухо, держа в одной руке нож, а в другой хлеб, разрезанный этим ножом пополам. Следующий, поворачивается, держа нож в руке, опрокидывает этой рукой стакан на столе. Один кладет руки на стол и смотрит, другой дует на кусок, один наклоняется, чтобы видеть говорящего, и заслоняет рукой глаза, сделая тень, другой отклоняется назад от того, кто наклонился, и видит говорящего между стеной и наклонившимся. То есть, перед нами очень важный момент. Он показывает реакцию каждого на произнесенные столова и пытается аккумулировать главные черты человеческого характера, вот то море страстей, которое развивается. Теперь посмотрите, как идет движение композиции. В центре у нас Христос. Он признёс свои эти слова. Дальше. Он смотрит на нас или нет Христос? Нет. Он опустил глазки. То есть, между нами и произнесённым Христом, который произнёс эти слова, нету контакта. То есть, мы находимся в состоянии погруженности в осознание. Мы же не можем ему ничего сказать, и он нам ничего не сказал. Мы переживаем это. То есть, сила эмоционального нашего потрясения становится гораздо больше и сильнее. Дальше. Сколько у него окошечек за ним? Три. Что это такое? Троица, правильно? Окошечек какое большое? Только на котором расположен Христос. Дальше. Его головка, она выше, чем головки всех? Выше. Теперь смотрите, в окошечке хоть плохо, но пейзаж есть, да? Его голова выше пейзажа, она на фоне неба, правильно? Дальше. Как его ручки? С одной стороны ручки, сделаны так, как и положено. Один из вас предаст меня. Да? И вот руки все, ну я переживаю эмоционально и руки мне опустились. Но с другой стороны, что он этим жестом делает? Он показывает нам ладошки, правильно? Значит, намекая на ту крестную муку, которая будет, которая ладони ему пробьет. То есть, у нас перед нами сразу и конец этой истории. Один из вас предаст меня и я погиб. Дальше. Когда он это произносит, он одинок, одинок. Они все его оставили, по сути дела, правильно? И они, как бы они не выражали свои эмоции, да, да, нет, не я предам, они все его, в общем-то, предали, оставили. И он одинок со своим решением. Он может от него отказаться, может не отказаться, и он не откажется, и его примет и погибнет. Но погибнув, он спасет нас. То есть, возникает очень важный для нас нюанс. Это картина, которая сделана реалистическими средствами. Не случайно я вам показал схему, как мы видим ее, когда находимся в интерьере. Ведь у нас есть два пространства. Пространство, в котором мы живем, и в котором мы существуем, да, и пространство, которое изображено. Между ними есть граница. А граница это стол. И тогда то пространство, которое за столом, это уже другое пространство. Это сакральное пространство. А наше пространство профанное. И в этом сакральном пространстве и происходит это действие. Дальше. Вот они все пальчики поднимают, линсы наклоняют, в грудь все обьют. Но что получается? Мы прочитываем все их эмоции и доходим до крайней фигуры справа и до крайней фигуры слева. Все фигуры изображены в фас. Крайней изображены как? Профиль. То есть тогда натыкаясь на эту фигуру, которая изображена в профиле, мы вновь идем и прочитываем к центру. И вот тот итог, про который я говорил, вот этот итог, один из вас предаст меня, так сказать, все эти жесты и это окошко, которое было. Мы сейчас его еще раз прочитываем и понимаем смысл происходящего. Тем самым средствами реалистической живописи, прямая перспектива, выверенная перспектива, математическая перспектива, средствами реалистической живописи, когда мы изучаем, как строится человеческое лицо, как оно реагирует, какова у него эмоция, какова у него физиономика, мы достигаем самого главного, мы достигаем вот этого ощущения сакральной картины и сакрального смысла. Другими средствами, не иконными средствами, которые изначально символичны и искажены ради этого эффекта, а средствами реальной композиции. И тогда голова Христа парит над миром, и он находится на границе двух миров. И здесь все как бы и нереально, и одновременно реально, и в силу этого одухотворено. Теперь дальше. Там же в Милане он начинает делать огромные альбомы, которые показывают человека в разных его вариантах. Он много работает, его волнуют механизмы, его волнуют механизм работы человеческого тела, механизм работы человеческого лица, он работает как художник и работает как естествоиспытатель, его волнуют биология, его волнуют физиология растений, его волнуют устройство окружающего мира. И вот характерный пример, когда он пишет, так сказать, знаменитый этот витрувианский человек, на основании трактата Витруви дает пропорции идеального человеческого тела. Да, вот это идеал, который он делает. Далее, он разрабатывает проблему анатомии. Это уже не художественные рисунки, это рисунки учёного, правильно? Что такое мышцы, что такое сухожилие, что такое кровеносная система. Вот он всё это показывает. Дальше он начинает волновать и внутренние органы человека, и он очень показательно пишет о том труде, который он должен был сделать. Он его не окончил, но собирался. Этот труд должен начинаться с зачатия человека, и должен описывать особенности матки, и как в ней обитает ребёнок, и на какой ступени он в ней находится, и способ, каким он живится и питается, и рост его, и какой промежуток между одной стадией его роста и другой стадией его роста, и что выталкивает его из тела матери, и почему иногда из чрева своей матери выходит он ранее до должного срока. Затем опиши, какие члены порождения ребёнка растут быстрее других, и дашь размеры годовалого ребёнка. Затем опиши взрослого мужчину и женщину, и их размеры, и существенные черты их строения, цвета и физиономии. Затем опиши, как сложен он из жил, нервов, мускулов и костей. Это сделаешь ты в последней книге. То есть вот он изучает человека как естественно научный предмет, правильно? Но также он изучает и другое, он изучает мироздание. Вот что такое шторм? Как шторм соединяет землю и небо? Или изучает растения, и это действительно рисунок человека, который как бы делает гельбари, да? Или изучает механику полёта птиц и соответствующим образом описывает на своих текстах. Или наоборот, его волнуют механизмы, как они устроены, арбалет, или как устроен пушечный двор, и как нужно выливать пушку. И вот на этом фоне возникает ещё один интерес. Если в «Тайный вечер» мы с вами говорили о проблемах нравственности, проблемах веры, проблемах предательства, проблемах, так сказать, собственного подвига, то сейчас возникает другая проблема. Как он видит идеальный образ человека? И он делает вот этот самый знаменитый свой портрет, по поводу которого все сходят с ума, и все начинают там говорить, что там мужчина изображён, там какая-то внутренняя структура, это, так сказать, всё разговоры не про дело. Его волнует вполне конкретная задача художественная. И он вполне находится в традициях своего времени. Это так называемый трёхчетвертной портрет сидящей фигуры. Это портрет Лизы Герардины, жены знатного флорентица Франческо дель Джакондо, откуда её название Мона Лиза или Джакондо. И вот теперь посмотрите, как он выбирает композицию. Ведь художник думает, как мы, так сказать, не думали обратное, он думает, когда он работает. Значит, фигура что делает? Сидит. Сидящая фигура что изображает? Да? Состояние покоя. Дальше. Она сидит где? На ступенечке, на стуле или в кресле. Она сидит в кресле, там есть подлокопочки. Значит, в кресле человек сидит наиболее, вот тут я могу свалиться, да? В кресле человек сидит наиболее спокойно. То есть, это не просто спокойствие, а это гарантированное спокойствие, да? Дальше. Где у неё ручки находятся? На подлокотниках. То есть, они тоже опираются. То есть, он до конца доводит вот эту идею спокойствия. Дальше. Ладошки. Ладошки она сложила перед собой, и они не двигаются, да? Получается так, что вот это состояние покоя, которое он хочет изобразить, оно доведено до конца. Всеми, казалось бы, непонятными для нас, но внутренне логичными средствами, да? Это состояние человека в полном покое и в полной гармонии. Дальше. Она сидит где? Она сидит в лоджии. В лоджии. То есть, она сидит как бы внутри архитектурного интерьера, но лоджия всегда открыта в окружающий ландшафт. То есть, она связана и с окружающим пейзажем тоже. Вот, сейчас покажу, где. Вот слева кусочек колонны этой лоджии, вот пробит, и вот кусочек колонны от этой лоджии. То есть, она сидит и на свету, и в тени. Состояние покоя. Дальше. Она сидит на фоне природы. Но природа изображена так, что она как будто сидит внутри этой природы. То есть, вот это желание показать человека не просто как личность на нейтральном фоне, а человека, который сидит в окружении природного мира. Далее. Объем. Вот то, о чем мы с вами говорили, о том, что флорентийская школа любит объем и любит тактильные ценности. Но что делает здесь Леонардо? Он специально на волосы одевает ей тонкую вуаль. То есть, волосы, вот до этого, помните, он у Архангела изображал бьющиеся, да? Здесь этого нету. То есть, волосы чуть-чуть придавлены. Дальше. Эта вуаль помогает показать нам границу между головой и окружающим ландшафтом. Таким образом, крупные и объемные формы, она ведь в лоджии, в полутине находится. И тогда у нас возникает вот это отсутствие жесткого контура и жесткого, так сказать, движения. Дальше. Она на фоне пейзажа. Пейзаж очеловечен или нет? Дикий пейзаж, да? Ведь если бы там был домик, был бы путник, да, это была бы уже другая природа. Это была бы природа, которая близка человеку. А это вообще природа, да, это образ мира. И вот на этом образе мира сидит человек в состоянии полного покоя и погруженности в себя. Он смотрит на нас? Нет. Контакта нету. А раз нет контакта, у нас с ней разговоры нету. Значит, есть молчание. Но молчание-то бывает очень сильное. Далее. Мы можем чётко сказать, какая у неё эмоция? Нет. У неё горе? Нет. У неё радость? Нет. У неё яркая и сильная страсть? Тоже нет. У неё депрессуха, в которую она впала? Опять-таки нет. То есть мы не можем точно определить состояние духа, в котором она пребывает. А раз мы не можем это точно определить, значит, мы начинаем догадываться. У неё есть и страсть? Есть. Есть покой? Есть. Есть какая-то радость? Есть. И вместе с тем радости нет, есть какое-то размышление. Вот эта неопределённость даёт глубину образа. Наконец, то, про что всегда все говорят – улыбка. Но ведь улыбки-то нету. Есть только только чуть-чуть растянутые губы. Это намёк на улыбку. Таким образом перед нами сидит человек, который пребывает и очень простыми, ясными, доходчивыми средствами, показана глубина его жизни, эмоций, переживаний, психологии. Да, это чувствующий человек, но это чувствующий человек, большой бог, который сидит на фоне природы. Человек и мир. И он вписан в этот мир. Он существует с этим миром. И тогда перед нами образ идеального человека вообще. Дело не в том, что женщина, она не мужчина. Это просто человек, который показывает нам богатство и многообразие своего внутреннего мира на фоне богатства и многообразия вот этого огромного мира, который он видит. Но, говоря о том, что вот вам, пожалуйста, её эти самые улыбки, тени, да, вот её ручки в полном покое, и вот опять эта улыбочка. Далее. Мы говорили о нравственных проблемах, мы говорили о человеке и образе мира. И теперь ещё одна проблема. А как этот художник реагировал на окружающий мир? Вот на то, что реально происходит в конкретном, так сказать, городе и в конкретное время. И вот очень характерный рисунок, это знаменитая статуя, вы её, наверное, знаете все хорошо, это статуя Микеланджело, изображающая Давида. Именно тогда, когда Леонардо был во Флоренции, поставили эту статую перед фасадом Палаццо де Лосиньярия, именно он был в той комиссии, которая выбирала место, то есть он на это откликнулся, да? А вот дальше он получает заказ, точнее, их два получают заказ. Во Флоренции в этот момент изгнали Медичи, во Флоренции в этот момент установился республиканский строй. Флоренция хочет прославить эту республику, прославить самих себя, прославить героическое прошлое и говорить о том, какие у неё замечательные граждане. И вот тогда они двум крупнейшим художникам, которые сейчас живут во Флоренции, Микеланджело и Леонардо, заказывают две фрески, две огромные живописные композиции, которые должны были украшать главный зал, где заседает флорентийское правительство, зал Большого Совета, Палаццо де Лосиньярия. Заказ есть. Ради этого заказа они получают довольно большие деньги, ради этого заказа каждый получает отдельную мастерскую и своей мастерской работы. А вот дальше хитрость и, в общем, я бы даже сказал, человеческая низменность флорентийских властей. Дело в том, что Микеланджело получает заказ на изображение битвы при Кашине. Это битва при Кашине, где флорентийские войска победили войска пизанцев, так сказать, героический поступок, они хотели купаться, приблизились враги, они, так сказать, бросили своё купание, взяли оружие и победили. Всё хорошо и замечательно героически. А Леонардо даёт другой заказ. Заказ внутренний, в общем, не очень приятный для него, потому что флорентийцы помнили, что он уехал из родного города и почти 20 лет прожил в Милане. И ему даёт заказ битва при Ангиаре, это победа флорентийцев над миланскими войсками. Вот тебе получили. Уехал из родины, да, вот и получи такой заказ. И он делает. Они делают эти свои, сначала ещё окончательные вещи так и не были сделаны, они делают подарительные картоны, идёт соревнование между двумя художниками, и, в общем, негласно побеждает Микеланджело. Понятно, почему побеждает. Потому что его композиция носила, во-первых, патриотический характер, носила очень ясный характер. Там было показано, как флорентийцы вот встают из этой воды и вот идут на бой. То есть всё понятно. На бой идут, они победят, всё хорошо, патриотизм есть, победа есть, всё нормально. Леонардо, человек более в этот момент глубоких раздумий и глубоких мышлений. Что такое битва? Что такое сражение? Это вещь бесчеловечная, вещь, в которой нет ни победителей, ни побеждённых. Это есть сражение как таковое. Это агония, это смерть, это гибель. И он показывает не победу флорентийцев над виланскими войсками в битве при Ангиаре, он показывает бесчеловечность войны как бедствие. Вот картон, который у него получился. Где здесь флорентийцы, где миланец? Непонятно. Более того, он показывает полное ожесточение схватки. Вот то ожесточение схватки, которое лишает человека человеческого облика. Грызутся все, даже кони грызут друг друга, не то, что люди сражаются один с другим. И вот он подковительные рисунки делает к этому, очень показательные. Вот к чему он идёт. Он разрабатывает разную тематику. Вот сражение, вот отдельные фигуры, вот сама драка, схватка. Вот как на это реагируют отдельные персонажи. Вот как реагируют кони на это сражение. Вот как реагируют морды коней, оскаленные в темпераменте схватки. Вот изнемождённый конь на дыбы вставший. Вот люди, кричащие. Вот это обнажённый крик, страсть, трагедия, переживания. Ну и совсем в поздние годы, всё, я уложился. И совсем в поздние годы он вынужден уехать из Италии. Он живёт во Франции, живёт на содержании французского короля. Пытается подвести какие-то итоги жизни. Они подводятся, иногда не подводятся. Пытается, так сказать, собрать воедино свои рукописи. Тоже не всегда всё это удаётся. Он окружён учениками. Он окружён своими любимыми картинами, которые привёз с тобой. И вот последние его рисунки, они очень показательные. Это рисунки, которые показывают гибель мира. Вот это ощущение мы начали с радости, многообразной, прекрасной, удивительной, неповторивой мир. И приходим в конце жизни к другой мысли. О сложности бытия, о трагичности бытия и о конце этого бытия. И вот его рисунок, где непонятно, где небо, где земля, где вода, где дождь, где облака. Всё воедино соединилось, потому что перед нами вот этот общий мировой катаклизм. Ну и теперь то, что обещал с самого начала. Насчёт гуманности и гуманных наук, гуманитарных наук. Есть один замечательный анекдот, в том смысле, к какому вы использовали это слово в XVIII веке. Анекдот о последних днях жизни Эммануила Канта. Это описывает его ученик, который присутствовал при этой сцене. Кант уже совсем доходил, уже всё, скоро помрёт. И к нему пригласили врача. И пришёл врач. И Кант, несмотря на то, что он не мог ни двигаться, ни ходить, ни говорить, в общем, и плохо говорил уже, тем не менее он встаёт и приветствует пришедшего врача стоя. И продолжает стоять. Врач тоже не может сесть при нём. И Кант не садится. И они стоят. И, наконец, свидетель говорит, давайте присядем. Почему же, мол, вы стоите? И тут Кант произносит одну очень правильную фразу. Чувство гуманности не покинуло меня. Вот гуманность не в нашем понимании, да, вот кошку нельзя обижать, да, или там младенца нельзя пороть. А чувство гуманности как вежливость и благовоспитанность. Более того, это вот те самые выношенные жизнью человеком принципы, которых нельзя отступить, когда сила духа побеждает немощь, мертвящую же немощь человеческого тела. Вот это то самое чувство гуманности. Вот то, что даёт нам студия гуманитатис, то, что даёт нам гуманные науки. И почему я говорю о важности этих гуманных наук? И этих гуманитарных наук, которые важны для любого человека, чем бы он ни занимался, будь он профессиональный филолог, или будь он профессиональный инженер. Потому что чувство гуманности наёт нам самое главное, наёт нам человечность. И теперь, ещё потерпите недовольно длинное время, я прочитаю вам текст из уже упомянутого Иммануила Канта, из его книги «Критика практического разума», которая продолжает его критику «Чистого разума». Вот что он пишет. «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне. И то и другое мне нет ни надобности искать и только предполагать, как нечто, окутанное мраком или лежащее за пределами моего кругозора. Я вижу их перед собой и непосредственно связываю их со знанием своего существования, этого неба и морального закона. Первое начинается с того места, которое я занимаю во внешнем, чувственно воспринимаемом мире. И в необозримую даль расширяет связь, в которой я нахожусь с мирами, над мирами и системами систем, в безграничном времени их периодического движения, их начала и продолжительности. Второе начинается с моего невидимого «я», с моей личности, и представляет меня в мире, который поистине бесконечен, но который ощущается только рассудком, и с которым я познаю себя не только в случайной связи, как там, а во всеобщей и необходимой связи. Первый взгляд на бесчисленное множество миров, как бы уничтожает мое значение как животной твари, которая снова должна отдать планете ту материю, из которой она возникла, после того, как эта материя короткое время неизвестно каким образом была наделена жизненной силой. Второй, напротив, бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа через мою личность, который моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной природы и даже от всего чувственно воспринимаемого мира, по крайней мере, поскольку это можно видеть из целесообразного назначения моего существования через этот закон, который не ограничен условиями и границами этой жизни. И вот когда мы живем, когда мы работаем, когда мы чувствуем, когда мы дружим, когда мы предаем, когда мы работаем, когда мы что-то изучаем, мы должны помнить, что есть два этих самых закона. «Звездное небо надо мной и моральный закон внутри меня». Именно это то, что и делает нас людьми. Спасибо большое. Я вовремя. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все? Спасибо большое. Спасибо. Позвольте поблагодарить за очень интересную лекцию Ивана Ивановича. И вот, пользуясь тем, что у меня сейчас вот микрофон, хотел бы его спросить о таком моменте, который, в общем-то, в истории сейчас и гипотезы выдвигаются различные, что Аристотель Фиараванти, у нас знаменитый архитектор Куспенского Кремля, когда при Иване III началось вот это строительство, он встречался с его учеником, да, Леонардо да Винчи в Милане. И вот высказывают такие гипотезы, что очевидно, что сам мог быть Леонардо да Винчи архитектором вообще многих сооружений Московского Кремля. Не скажете, Иван Иванович, какие вот есть сейчас такие размышления в этом вопросе, да. Спасибо. Надо сказать, что это была действительно страница в истории отечественной архитектуры, шире культуры, очень важная, потому что Иван III понимал, что то новое государство, которое он создает, это новая государственная система, которая им создана, она нуждается в неком не только моральном авторитете, но и внешнем подкреплении. Именно поэтому он обращается не к своим собственным мастерам, он специально приглашает мастеров со стороны, которые должны создать новый образ столицы этого нового государства. Строятся крепостные стены Кремля, строятся соборы внутри этого Кремля. Далее. Он очень правильно понимает, что вот та разница между западно-христианской и восточно-христианской культурой, которая уже существует сейчас в конце XV века, она уже непреодолима, поэтому он приглашает мастера и сразу этого мастера, которого он приглашает, он отправляет во Владимир, чтобы он посмотрел Владимирский Успенский собор и делал свой собор на основании этого. Теперь, что касается самого непосредственного вопроса. Дело в том, что есть такая особенность культуры, стадиальность, да? Мы не всегда можем брать то, что нас окружает. Скажем, Петровская эпоха. Сразу как бы идет разрыв со старой древнерусской традицией. Именно сейчас во Франции расцвет классицизма. Людовик XIV строит Версаль. Ну, казалось бы, Петр, ну, поезжай, он же во Франции потом и был, да? Ну, ты пригласи мастеров оттуда и вот, так сказать, делай этим замечательно. Он этого не делает. Он берет провинциальных европейских мастеров, немцев и голландцев, потому что слишком велик разрыв между тем той культурой, в которой он воспитывался и от которой он отказался, и той современной европейской культурой, которая была. Россия только уже к 70-80 годам 18 века смогла существовать параллельно и одновременно в этом культурном пространстве. Так и здесь. Когда Иван III начинает приглашать мастеров, он мог бы пригласить мастеров из Флоренции. Во-первых, они, а, не поехали, потому что кто поедет за 3-9 земель, пусть даже и за хорошие деньги, когда у тебя хорошая работа в твоем родном городе. А вот мастера, которые жили на севере, а Аристотель Ферровантик жил на севере, у них постепенно начинал кризис жанра, то есть их начинали поджимать более современные мастера, мастера, так сказать, работающие в более прогрессивной манере. Они не всегда могли найти работу у себя на родине, и поэтому ехали в Польшу, в германские земли, в русские земли, уезжали из этого как бы культурного ареала в другой ареал. Теперь дальше. Сам Леонардо. Леонардо был человеком... Вот Микеланджо был человек страстный. Микеланджо был патриот своей родной Флоренции. Микеланджо её любил. Леонардо был человек очень холодный. Ни плохо, ни хорошо, просто холодный, разный темпераментный. Человек очень рассудочный. Человек очень... И гнев, и хвалу он воспринимал абсолютно одинаково равнодушно. И вот это его холодность, и вот это полное осознание... Я не хочу сказать своей гениальности, но явно осознание того, что он выше других людей, которые его окружают. Не давали ему возможность поехать ни его уровень. То, что Аристотель Фиораванти мог как-то с ним связано быть, может быть, если он поехал в Россию через Милан. Потому что в эти годы Леонардо уже из Флоренции переезжает в Милан. Сам Аристотель Фиораванти был из Болонии. Болония город замечательный, Болония город одного из первых европейских университетов. Болония город, где, так сказать, есть и было, и всегда, и сейчас существует лучшее юридическое образование в этом университете. Вот из этого такого ясного Болония грасса, да, Болония, жирная Болония, из этой жирной Болонии в Фиораванти и поехал. Надо сказать, он ошибся, потому что, в общем-то, ему обратно-то не дали уехать, да, так сказать, насильно его удерживали. Но, тем не менее, он сделал великий памятник, потому что он совместил в Успенском соборе Московского Кремля традиции западной архитектуры его времени, ясность, рациональность, логичность, продуманность и вот тот образный строительный типологию, которую он должен был сделать, пятиглавого храма. Он это сделал, и он создал один из лучших образцов для нерусской архитектуры. Вот всё. Спасибо. Там ещё вопрос. Вот я отвечу как идеалист. Во-первых, может, во-вторых, должно. И в-третьих, вот самое сложное, то, что, к сожалению, сейчас мы отучились работать. Характер, то информация, которую мы сейчас получаем и которой мы пользуемся, она очень легко нами усваивается. Картинка, правильно? Картинка, ещё одна картинка, текст, как картинка. Давайте поднимем руки, кто прочёл «Войну и мир» от начала до конца. Прекрасно. Ещё один гадкий вопрос. Кто прочёл «Илиаду Гомера» от начала до конца? Наглядный пример. То есть любое чтение, которое требует от тебя труда, во-первых, просто физического, долго читать, а во-вторых, вот этого ещё, оно сейчас нами не воспринимается. Возьмём воспоминания Андрея Белого, который учился в гимназии на рубеже веков. Страшно же читать нормальному нашему человеку. Ребёнок уходил в 7 утра в свою гимназию, приходил вечером и до 12 сидел, читал, писал два древних языка, литература западная, литература русская, учебники, физика, химия. Он всё это учил. И нельзя сказать, что они были умнее или глупее нас. Нет. Просто ритм жизни был таков, который позволял им быть усидчивыми и быть внимательными к тому, что есть. Возвращаясь к тому, что обещал. Надо учиться. Вот восприятие искусства это ведь та же тяжелее, поверьте, тяжёлая работа. Работа, которая требует от тебя не только знания фактов, она требует от тебя знания законов, по которому существуют эти искусства. Литература существует по одному закону, поэзия по-другому, живопись по-третьему, музыка по-четвёртому. То есть мы должны не только знать, но и должны понимать, как это искусство работает. А это труд. Это нужно смотреть, нужно учить, нужно сравнивать, нужно вдумчиво смотреть. Правильно? Джаконда вот сейчас опять обещает её привезти. Ну и что будет? Её привезут, мы 30 секунд её посмотрели, побежали дальше. Сможем ли мы до конца понять этот образ? Нет, конечно. Потому что это требует длительности созерцания, понимания того, когда она возникла, из чего она возникла, и на что она повлияла, и как строится этот образ, то, что мы пытались, так сказать, кратко сегодня сделать. Поэтому я и хочу сказать, что да, конечно, искусство должно и может воспитывать человеческую нравственность. Но только в том случае, если или общество, или семья, или мы сами попытаемся это сделать и попытаемся взять то, что есть в мировой культуре. Неважно, отечественная, западная, восточная, латиноамериканская, любая. Мы должны это, и мы должны головой осознать, что без этого мы неполноценны. И после того, как мы осознаем, что без этого мы неполноценны, и, в общем-то, даже реализовать себя в своей собственной профессии нельзя без этого опыта, потому что мы чуть-чуть ущербом без него. Мы неполноценны, как человеческая личность. Личность, которой дано и дана возможность это понять и это принять в себя, и которая это не использовала. И вот когда мы осознаем, что мы должны это делать, да, конечно, это труд, это работа, мы должны это делать, но если мы это сделаем, мы станем более, ну, можно сказать, слово совершенной, но в случае более богатой и более разносторонней. И в своей личной жизни, в отношении с Маней, с Петей, с Серёжей, с мамой и с папой, да, и в отношении с окружающим миром, и в отношении со своей работой. Вот постарался ответить. У кого-то есть ещё вопросы? Такой вот простой вопрос. Лично вам, межживописцу, кто больше всех нравится? Рафаэль. Я в этом никогда не признаюсь, потому что я считаю, что я полный идиот. Вот. Но мне нравится Рафаэль. Объясню почему. Понимаете, Босха любить легко. Легко любить Кандинского, да, легко любить Пикассо. Любить классическое искусство, так же, как читать классическую литературу, сложнее всего. Она наиболее сложна и по своим смыслам, и наиболее сложна по своей форме. Вот если ты дойдёшь до этого, слава Богу, мне повезло. А мне ответ ожидаем. Да, да. Друзья, кто хочет задать вопрос, поднимайте руку. Есть такие? Там были руки у нас. Сейчас его убьют, кто подняет. Нет. Не будет такого. Уже слышите. Можно мне спросить? Иван Иванович, совсем в другую сторону его веду. В годы моей молодости мы страшно увлекались. Не так доступны были книги по искусству, по искусствоведению. И нам повезло, что вот я, например, вырос на книгах Лазарева Виктора Никитича, одного из предшественников ваших на кафедре, и так далее, впрочем. Насколько я помню, были два таких ведущих искусствоведа, два соперника, пожалуй, что два человека, которые немножечко даже, иногда они немножечко друг друга подкалывали, вот Михаил Владимирович, Алпатов. Алпатов, да, и вот Виктор Никитич. Вот не могу вы немножко рассказать об этих людях, просто буквально там в трех словах. Опрос сложный, потому что рассказывая вот об этих взаимоотношениях, неизбежно мы вынуждены будем погрузиться в какие-то очень личностные моменты, поэтому я так их обозначу. Ну, не хочу сейчас, потому что и один, и другой велик, и одного, и другого надо уважать. Не всегда мы бываем на высоте какой-то нравственной позиции. И то, что их, во-первых, они были друзьями сначала, и то, что их развело, это и научное соперничество, и человеческое соперничество, и один потом, в общем, вел себя не очень хорошо, и оставил воспоминания, лучше их не читать, потому что меняется отношение к человеку. Но и тот, и другой были удивительно, не просто хорошими специалистами, так сказать, общие слова, это люди вот еще той культуры, которая была связана с культурой 19 века. Это то, что можно определить, как энциклопедизм образования, которые действительно обладали вот тем уровнем знаний, они знали как бы все. Многое профессиональное. Вот хотя бы Лазарев, человек, который был прекрасным, признанным авторитетом искусства древнерусской живописи, западноевропейская живопись, старая, и живопись 18-19 веков. Человек, который был знатоком, который мог в музее определять вещи. Человек, который читал курс по знаточеству и атрибуции. Человек, который занимался еще и византийскими, совсем другая область знаний. То есть вот эта вот колоссальность знания, у нас на кафедре есть его мемориальная библиотека, вот у него не было детей, и он завещал свою библиотеку кафедре. Потом мы ее расставили. То есть этими книгами можно пользоваться. И когда ты берешь книгу и видишь обилие книг, и понимаешь, что все, все они были прочитаны, они с пометками. И пометки очень характерные. Они нескольких типов. То, что нужно запомнить, обязательно выписать, НБ. То, что как факт, который ты должен запомнить, знать, но, так сказать, выписывать не обязательно. И просто как некая информация, которая важна для этой книги. И человек читает книгу и делает, и не просто читает, он же потом ее будет просматривать и использовать для работы. Или человек, который искусствовед, который работает с памятником, правильно? Ну, работая с моментальной живописью, она там в Греции, она там в Италии, ты посмотрел, слава богу, если еще удалось посмотреть, да, потом вернулся, дома работаешь. Мы сейчас избалованы. Любую картинку мы можем найти и посмотреть. Тогда картинок не было. Не было цветных картинок. Что делает человек? Черно-белые фотографии, иногда открытки, которые покупают. И дальше мелким почерком, кстати сказать, почерк тоже свидетельствует личности. Мелким, чистым, аккуратным, очень легко читаемым почерком пишется. Какой цвет, какая композиция. То есть он на память себе фиксировал. То есть он тоже работал. Когда смотрел на памятник, он работал и все это дело фиксировал. И потом в Москве уже, когда работал, возвращался к этому. Поэтому это два человека, которые показывают нам, что такое очень сложный труд гуманитария. Я не хочу вас сейчас отсылать, раз вопрос возник, я, так сказать, дидактику неизбежно принесу. Не хочу призывать вас, чтобы вы читали их книжки все. Это невозможно, нереально. Но две книжки, то есть по одной каждому, можно прочитать. Алпатов написал такие этюды по истории западноевропейского искусства, где берется памятник и про него пишется что-то. Это один из лучших анализов. Вот чтобы понять, как смотреть на памятник, вот просто читать хотя бы одну главу из этой книжки, вы поймете, как много несет в себе произведение искусства, смыслов, образов, каких-то идей, каких-то формальных приемов. А у Лазаря есть другое. К старости иногда люди мудреют, особенно умные люди. Он в старости написал, собрал свои старые работы, сократил, переписал, переделал. Они называются старые европейские мастера. Вот просто опять-таки очерки отдельные, посмотрите, как можно в нескольких страничках дать образ человека. Искусство Веласкеса или лучший у него очерк в этих старых мастерах про Рубинс. Вот Рубинс просто лучше. Просто посмотрите, не поленитесь, в общем, времени много не возьмет, а для тех, как эти книги должны быть. И старые итальянские, по-старые. Ну, я обещал по-старые. Старые итальянские еще лучше, но старые европейские как бы более широко, старые итальянские лучше. И, ну раз слушайте, я-то еще скажу. Значит, Рубинс очерк был как раз написан как в два приема. В 30-е годы Анна Ахматова подрабатывала и ей дали переводить, ну, подсрочник был, она литература, переводить письма Рубинса. Она его издавала. И вот в Академии издательства вышли эти самые письма Рубинса, а Лазарев написал предисловие. Это 30-е годы, господство марксистского, так сказать, идеологии. Статья жуткая, нудная, скучная, про какую-то там борьбу освободительную в этой Фландрии, там про религиозные войны, про то, как корабли плавали, что они приводили, то есть большая, огромная статья, так сказать, и вот из этой статьи потом в старости он отбросил все это самое и написал только суть, да, квитноэссенцию Рубинса. Вот как можно работать и... все? Спасибо. Спасибо большое. А вы вспоминания Албатова читали? Ну, да. Ну, я по-клону кладу, я тоже по-клону кладу. Албатова был великий, но Албатова вот... То есть нет, ты с говненькой. Да, 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 к сожалению. Вопросы еще из-за аудитории, если есть. Если нет, поблагодарим еще раз. Иван Иванович. Спасибо большое. Спасибо.